Да, чтобы вы видели какое-то большое разнообразие, вы будете видеть больше разных людей из разных университетов и организаций, которые не замыкаются на вышке. Ну, потому что это, вообще говоря, важно, да, и, как я говорил, по-моему, на самой первой паре, которую я у вас проводил, понятно, что я там не являюсь экспертом во всех областях Digital Humanities, потому что это невозможно. Поэтому я за время, до и во время каникул я общался с разными людьми, которые согласились поучаствовать в нашей программе и которые согласились провести, например, у вас небольшой курс по 3D-моделированию. В прошлом году он был очень интересный. Я не знаю, насколько он будет, будет ли он так же интересен в онлайне, но, насколько я понимаю, он вполне реальный в онлайне, который приведут историки, которые занимаются этим делом. Я, вроде бы, договорился с людьми, которые хорошо понимают о всякой музейной оцифровке, это наши коллеги из Сибирского федерального университета, и они тоже обещали нам что-то почитать. В части занятий поучаствует наш давний коллега и со-директор крупнейшей европейской ДИЭЧ, такой организации научной, которого зовут Франк Фишер, организация называется Дарья, вот Франк Фишер, директор этой самой Дарья. И он тоже придет на некоторые занятия, в частности, 2 февраля он будет в зонах, и тоже с вами позанимается разными вещами, связанными с разметкой текстов. Поэтому я надеюсь, что это будет более разноплановый опыт в разных областях ДИЭЧ, с одной стороны. С другой стороны, я буду пытаться в той части, которую я контролирую, в той части, которая сейчас находится на моей ответственности, я постараюсь немножко, наоборот, интегрировать вещи, в том смысле, чтобы это не было как-то все время очень разные вещи на разных предметах, и как бы никак не пересекаться друг с другом. Поэтому я постараюсь немножко подружить курс ДИЭЧ и курс программирования. Ну, там, где это будет действительно сходиться, наверное, это не получится совсем везде, во всех случаях. Потому что какие-то вещи, которые мы будем обсуждать на ДИЭЧ, мы все-таки не будем программировать, потому что не все так легко запрограммировать. Поэтому до определенной степени, но я постараюсь так делать, и у нас будут моменты, где они будут синергичны. Вот ближайший такой момент, он будет как раз в этом модуле, где-то середина января, и до, скажем, середины февраля мы будем на программировании говорить про разного рода работу с текстами, автоматизацию этой работы и про структурированную разметку текстов. То есть про то, как хранить, грубо говоря, некоторую машиночитаемую мета-информацию в привязке к тексту, в привязке к координатам в тексте. И для этого есть разные технологии, и вот цифровые гуманитарии для этого любят использовать XML. Ну, а где XML, там и HTML, потому что они очень похожи, несмотря на разную цель их создания и применения. И мы будем, с одной стороны, на программировании смотреть на то, как с этим работать и как с этим жить, а с другой стороны, мы на Digital Humanities будем говорить про вещи, которые связаны с этим. Мы будем говорить про, собственно, такой важный стандарт для всех цифровых гуманитариев, который называется Text Encoding Initiative, то есть про разметку текста, который, опять же, опирается на вот такой большой мета-язык разметки XML. И про цифровые издания. И тут мы, я надеюсь, как раз устроим некоторый вдумчивый ридинг, поскольку вот среди критики, которую я получил, которую я очень рад был получить от вас в прошлом модуле, было очень ценное замечание, что мы действительно довольно часто пытаемся что-то делать все время, да, и чему-то учиться, и что-то делать руками, и мне кажется, это правильно. Но при этом иногда кажется, что мы редко задумываемся о том, а зачем мы это делаем, да, мы изучаем кучу каких-то разных технологических инструментов, да, технологических приемов, там, не знаю, приемов анализа данных, приемов обработки текста, и редко останавливаемся, чтобы подумать, а как это вообще применить, а что из этого потом мы будем делать, когда мы выходим уже в науку, грубо говоря. Ну вот, я постараюсь сделать так, чтобы мы немножко остановились, да, оглянулись и почитали что-то, вот. Поэтому я надеюсь, тут будет некоторый такой вот баланс, я постараюсь сделать так, чтобы тут был некоторый баланс между вот тем, что мы будем какие-то технологические вещи делать руками, и тем, что мы будем задумываться о том, как глобально все правильно делать. Ну вот, ну а сегодня у нас будет такое занятие, которое, как мне кажется, понадобится не всем, поэтому сразу могу сказать, что те, кто хорошо знаком с этой темой, вы можете, в принципе, сейчас вот посмотреть на то, что я буду говорить, и понять, нужно ли вам это слушать, или вам лучше отключиться и позаниматься какими-то своими делами. Это совершенно не страшно сегодня, я считаю, что у нас первое занятие, поэтому мне кажется, что это нормально, вот. Поэтому судите сами. Единственное, что я сразу скажу, что будет небольшая домашка, и домашка будет для всех, вот. Поэтому сейчас попробуйте оценить сами. Сегодня мы с вами поговорим о регулярных выражениях. Я знаю, что Гарик с вами обсуждал регулярные выражения, я на каникулах даже смотрел те пары, на которых это происходило. Мне показалось, что это было не совсем достаточно, мне кажется, что регулярные выражения заслуживают большего. Потому что Гарик обсуждал их именно в контексте работы со строками в Аре, и мне кажется, что вы недостаточно в них. Окунулись там, и там не было каких-то таких хороших заданий. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить про регулярные выражения. Вот, соответственно, сегодня мы будем разбирать некоторые базовые синтакси с регулярных выражений и практиковаться в нем. То есть я попробую, я попытался сделать так, чтобы тут было не очень много, ну, не сильно много моего говорения, или, по крайней мере, чтобы оно перемежалось постоянными какими-то вопросами, заданиями и так далее. Но если вы считаете, что вы хорошо знаете более-менее такой базовый синтакси с регулярных выражений, ну, там квантификаторы, группы, замену, экранирование, и там еще, может быть, всякие вещи, связанные с look ahead, look behind, потому что это все будет в задании, то вы можете, в принципе, дальше не слушать и пойти заняться чем-то еще. Это, опять же, не то, чтобы я кого-то прогоняю, просто я говорю, что если вы, не знаю, собаку съели на регулярных выражениях, то нет никаких проблем с тем, чтобы отключиться. Вот, а если вы не уверены, или если вы впервые их увидели у Гаррика, и не то, чтобы совсем прониклись, то вот как раз сегодняшняя пара для вас. Ну, и просто я считаю, что оставить курс программирования совсем без регулярных выражений как-то неправильно. У Бориса Валерьевича они в плане были, более того, их там было аж на 4 вечера, но я подозреваю, что это, мне кажется, что это все-таки многовато, и лучше мы пойдем проходить какие-то следующие вещи, связанные тоже с автоматической обработкой языка, и с текстами, и с библиотеками, которые для этого применяются, и с питоном, поэтому мы не будем столько про них говорить, но вот сегодня, и сколько-то, я думаю, в следующий раз, мы с вами про них все-таки поговорим. Регулярные выражения могут вызывать острые эмоции, я их очень люблю, и поэтому я про них хочу сегодня поговорить, но вот они могут вызывать острые эмоции, как положительные, так и отрицательные. Это отражено в том регулярном выражении, которое вы видите на экране, потому что это, с одной стороны, мощная штука, ну, правда, мощная штука, и очень часто пригождается, а с другой стороны, это штука, в которой легко запутаться, и которую иногда бывает мучительно отлаживать, поэтому здесь такой дуализм любви и ненависти к регулярному выражению. Вот, но вот мое субъективное мнение, оно все-таки в том, что это одна из самых полезных тем всей программы, ну, я, конечно, утрирую, да, но полезных именно в утилитарном смысле, в том смысле, что вот взял и на хлеб намазал, потому что регэкспы пригождаются везде и всегда. Ну, то есть они мне пригождались, когда я работал компьютерным лингвистом в коммерческой компании, они мне пригождались, когда я писал диссертацию, они мне пригождаются, когда я, когда мне нужно быстро обработать какой-нибудь большой кусок текста и вытащить из него что-нибудь для какого-нибудь графика, причем это может быть вообще не связано там ни с работой вышки, ни с там digital humanities, ни вообще с humanities. Регулярное выражение – такая универсальная отвертка для работы с текстами, и она как бы как отвертка, она довольно примитивная, и мало что может с одной стороны, с другой стороны много что может, потому что она простая, и применять ее можно по-разному. То есть регулярное выражение реально пригождается каждый день. Мне кажется, что если бы меня попросили назвать самую часто использованную мной питоновскую библиотеку, я бы сказал, что это RE, то есть библиотека, в которой живут в питоне регулярное выражение. Даже не OS, хотя вроде бы файлы приходится открывать практически всегда, но вот, по-моему, коды, в которых у меня написано импорт RE, у меня даже больше, чем коды, в которых написано импорт что-нибудь еще, чем коды, в которых написано импорт OS. Итак, давайте быстро дадим определение. Я думаю, большинство из вас, на самом деле, уже знает, что такое регулярное выражение. Поэтому быстро пробежимся по какому-то определению и пойдем дальше смотреть на примеры. Ну, собственно, примеры уже есть на слайде. Я сделал такую простую гифку с некоторыми простыми юзкейсами. Итак, регулярные выражения, они же регэкспы, они же регулярки. Это формальный язык поиска под строк в тексте. Ну, а что такое подстрока? Это, в общем, просто кусок строки. Это просто часть строки. То есть, когда вам в строке надо что-то найти, и это что-то может принимать немножко разные формы, то есть оно не сводится к конкретной последовательности символов или к двум конкретно последовательностям символов, а вот что-то такое более вариативное, но все-таки при этом имеющее некоторую понятную закономерность, ну, там, не знаю, три буквы с большой буквы, четыре цифры, да, вот что-то такое. Буква с большой буквы, за которой идет точка или восклицательный знак. Вот в таких случаях вам прям однозначно помогут регулярные выражения. Ну, и вот какое-то количество случаев, вот как раз у вас на экране сейчас мелькает, и где это может понадобиться в реальной жизни? Это может понадобиться, когда вы считаете какую-то статистику по какому-нибудь корпусу, вот, и, кстати, не зря регулярные выражения внедрены в том числе и в те инструменты корпусного анализа, которые мы с вами смотрели, да, в Антконг, в Аянт, вот, Антконг поддерживает вообще вполне стандартный синтекс из регулярных выражений, вот, ну, например, мы можем одним вот этим самым регулярным выражением описать и вытащить, и найти, и посчитать все варианты названия профессии риэлтор. Ну, вот те, кто когда-нибудь читал газеты про недвижимости, особенно в 90-е, знают, что риэлторы пишут по-разному, и даже в Национальном корпусе русского языка можно найти три варианта, вот, из этих четырех три там вполне себе встречаются, и в довольно большом количестве, вот, и если вам нужно, не знаю, в каком-нибудь большом тексте подсчитать все эти варианты, то у вас могут возникнуть трудности, потому что, ну, приходится писать какое-то большое, посчитать отдельно много-много разных вариантов, и потом как-то еще это складывать, вот, то есть простым контрл-фом вы все эти варианты не найдете, вот, а регулярным выражением найдете. Ну, вот, давайте я попробую это продемонстрировать. У меня тут есть специальный маленький набор примеров этого самого риэлтора. Ну, вот, начнем с маленького. Тут как раз все примеры, кроме последнего из НКРА, а последний просто из интернета, потому что вот риэлтер в НКРА все-таки не встречается, вот, и мы можем описать этого риэлтора довольно компактно, например, вот так. Ну, вот, смотрите, да, довольно такое самоочевидное регулярный вариант. Три буковки можно было вставить, чтобы и Е, и О, и Э? Что? А можно было три буковки вставить, чтобы риэл Т, риэл Т и риэл Т проверялись? Да, конечно. Конечно, можно. Ладно, давайте проверим, что это заработало. Да, вот видите, оно заработало. Если мы уберем и вернем мой вариант, то вот этот вариант действительно не работает. То есть вы вполне вольны усложнять это сколько угодно. Вот такое довольно самоочевидное регулярное выражение, которое ловит все эти варианты. Ну, и как бы может показаться, что о чем бы их все не перечислить, да, и мы же могли бы просто посчитать каждое по отдельности. Ну, вот если у вас какой-нибудь большой текст, в котором хочется охватить все варианты, то уже становится понятнее, почему хочется делать именно так. Вот тут есть все варианты, они каким-то произвольным образом перемешаны, и мы все их захватили. Только большую букву не охватили, если пишутся. Большую букву не захватили, действительно, но мы поговорим про это дальше. И для этого есть разные способы. Мы можем описывать сразу большую и маленькую букву, или мы можем использовать специальный флаг, чтобы поиск был case-incentitive, чтобы он не учитывал регистр. И тогда теоретически найдется даже такой риелтер, да, где он находится. И забегая вперед, скажу, что в питоне тоже есть такой флаг в библиотеке Re, который позволяет вам переключиться на регистр независимый поиск с регулярными выражениями. То есть если мы совсем считаем, что у нас в тексте может быть вообще произвольно, как-то вот так, то с этим мы тоже можем работать. Вот это кейс, который связан с поиском. И точно так же мы могли бы поискать, например, все четырехзначные даты в тексте. И до этого мы тоже дойдем. Или, например, кейс, который связан скорее с такой валидацией, если хотите. Ну вот, допустим, вы хотите принимать только почтовые ящики, которые находятся на русских доменах. Ну, не знаю, в какой-нибудь форме, которую у вас люди заполняют. И вы хотите описать какой-то паттерн, который будет принимать все случаи, типа, там, Вася что-нибудь собака что-нибудь точка ру, или, там, пейте что-нибудь собака что-нибудь точка ру, но не, там, скоринкин собака джунейл точка ру. Вот такое описать тоже вы можете с помощью регулярных выражений. На самом деле, некоторое подобие регулярных, вернее, ну, такой вырожденный случай регулярных выражений доступен даже в Google формах, как вы знаете, да, там можно делать, вводить некоторые паттерны валидации полей текстовых, которые вам вводит пользователь. Но, кажется, они не настолько богатые, насколько богатые настоящие регулярные выражения. То есть, там можно проверять, есть ли там собака или нет. Но, вот, кажется, более сложное что-то описать там нельзя. А мы с вами вполне можем описывать разные штуки. Давайте опишем. Вот, допустим, пример с четырьмя цифрами. Да, у меня тут есть статья про князь Даниила Московского, был такой князь, сын Александра Невского. Вот, и мы, допустим, хотим в ней посмотреть на все случаи, все вхождения строк, в которых есть четыре цифры. Как мы можем это написать? Ну, есть разные способы. Я пока просто продемонстрирую один, а потом буду говорить подробнее про синтаксис и про его разные вариации. Это очень простой и примитивный способ найти просто все случаи, в которых у нас будут четыре какие-то арабские цифры. И дальше мы можем вводить разные дополнительные ограничения. И мы как раз посмотрим на то, как можно их вводить, как можно сказать, что у нас дальше, например, нет цифры, чтобы избавиться от каких-то таких случаев. Какие-то отсеять вещи. Как можно сказать, что у нас дальше не, например, не слово egos. Даже такое можно сказать в регулярных выражениях. Как можно проверить, что цифра принадлежит к какому-то диапазону цифр от трех до пяти. Все это легко можно сделать и находить только, например, вот такие цифры. Или, например, у вас нет морфологического анализатора для какого-то языка, и вы хотите быстренько найти все формы какого-нибудь слова, грузовик, грузовика, грузовиками, грузовиках, но не грузовиковый, например. И это тоже, конечно, можно сделать. Берем какой-нибудь текст про грузовики и ищем в нем. Ну и так далее. Тут разные, возможно, варианты, опять же, но идею, я думаю, вы уловили. Есть и более хитрые истории, связанные, например, уже не с поиском, а с заменой слов. Например, если такая классическая проблема разных текстовых редакторов, люди иногда повторяют одно и то же слово случайно, да, там где-нибудь написано что-что, и надо найти. А как его искать, мы же не знаем, какие слова они повторяют. Надо находить те слова, после которых идут такие же слова. И регулярные выражения умеют, и такое тоже. И мы сегодня тоже посмотрим, как они это делают. Ну и так далее. И если кажется, что какой-нибудь пример с грузовиками и с риэлторами, например, он какой-то довольно простой, им можно было бы просто, не знаю, посмотреть все четыре формы риэлтора или всю парадигму слова «грузовик», то вот есть пример, с которым меня когда-то давно познакомил Тимофей Архангельский, у которого я учился программировать когда-то тоже, в 2012 году. Это, как он называл это, over 9000 способов написать Муаммар Каддафи по-английски. Тогда Муаммар Каддафи, кстати, был еще жив, и это было более актуальное имя, чем сегодня. Но, тем не менее, вариантов такой английской транскрипции арабского имени Муаммара Каддафи, их достаточно много, как видите. И если вы хотите найти их все в каком-то корпусе текстов, то, возможно, вам придется написать какое-то такое регулярное выражение, которое выглядит страшновато, но ничего не поделаешь. Или, например, вам может захотеться поискать, переходим к более жизненным примерам, вам может захотеться поискать все теги или атрибуты или комментарии в HTML-коде. Для этого, конечно, тоже есть специальные инструменты, есть специальные библиотеки в том же Python, которые умеют парсить разные HTML, XML и так далее. Мы как раз с этим будем с вами работать. Но, во-первых, не всегда мы сразу сходу обладаем знанием о том, что они есть. Во-вторых, не всегда мы сходу умеем ими пользоваться. И часто у нас потребность какая-нибудь очень простая. А писать для этого какой-то специальный скрипт совершенно не хочется. И вот у меня был такой жизненный пример, когда для некоторой веб-странички нужно было обернуть в теге какое-то количество строк. Ну вот представьте себе, что у нас есть, например, какой-нибудь список студентов. Вот какой-нибудь такой список студентов, в котором есть все студенты, они просто идут через запятую. И мы хотим сделать веб-страничку, совсем простую веб-страничку, на которой они все будут представлены просто в виде списка с буллет-поинтами. Но если просто так этот текстовый документ открыть в каком-нибудь браузере, понятное дело, он не будет так красиво выглядеть. Он будет выглядеть как-нибудь так. Браузер откроет его как plain text, и никаких в нем не будет буллет-поинтов. Что мы можем сделать? Если мы знаем какие-то основы HTML, мы знаем, что там есть способ отрисовать буллеты с помощью HTML-тегов. Там есть тег для ненумерованного списка и для номерованного списка. И внутри этих тегов сидят в теге li, лист-итем, сидят отдельные элементы. Если засунуть текст в такие теги, которые будут выглядеть примерно вот так. И сказать браузеру, что это HTML, то браузер нам это отобразит как список буллет-поинтов. И я, допустим, хочу с этим текстом такое сделать. Но со всеми студентами, которые в нем есть. И если я это я, то я буду делать это с помощью регулярных выражений. Во-первых, я заменю. И вот тут вы можете понять, что регулярные выражения поддерживаются множеством инструментов. И в том числе ими можно пользоваться в вполне обычном блокноте. Ну ладно, в Notepad++, например, или в Sublime. Первое, что я сделаю, я заменю все точки с запятой на переносы, просто чтобы на это было приятнее смотреть. А второе, что я сделаю... Второе, что я сделаю, я все-таки уберу пробел после. Вот так вот. А второе, что я сделаю, я засуну каждую строчку. Сейчас дойдем до синтаксиса всего этого и что это значит. Я пока просто привожу пример, где это пригождалось мне в реальной жизни. Засунем каждую строчку внутрь. И если вот это вот обернуть в какой-то самый базовый HTML, вот такой, например. Ой, Даня, извините, а можно быстро вопрос задать? Вот, когда было find-replace, он по умолчанию применяет это, ну, то, что вы написали, к каждой строке отдельно, да? То есть он видит, что текст разбит на строки, и вот такую регулярку как бы применяет к каждой строке, а не ко всему... Очень правильный вопрос. Да, обычно для этого есть специальная галка «Multiline», и обычно по умолчанию все регексы по «Multiline». То есть они считают, что если есть много строк, то, значит, есть начало и конец строки. Вот, например, в том инструменте, в котором я это все делал, да, в регекс 101, в нем есть как раз штука, чтобы это включать и отключать. То есть, вот если я скажу вот так вот, то без нее он не будет находить начало строки нигде, кроме в самом начале. А если с ней, то он будет находить много начал строк. То есть, да, по умолчанию обычно к каждой новой строке применяется. Спасибо. Ну вот. Вот, и теперь... Вот, смотрите, у меня получился такой простой, но все-таки сильно более красивый списочек людей в браузере, благодаря тому, что я обернул их в нужный мне тег, в один практически клик всех, благодаря тому, что я применил регулярные выражения. И это все была такая демонстрация без объяснения, собственно, без объяснения того, как именно устроен синтаксис. Дальше мы будем уже системно говорить про синтаксис. Вот. А есть ли еще вопросы, кроме мити? Пока. Если пока вопросов нет, то пойдем дальше. И, собственно, сейчас я хотел сказать перед тем, как переходить к такому уже вдумчивому разбору синтаксиса и решению каких-то простых примерчиков. Ну вот, я хотел сказать о том, где можно использовать регэксп. Ну, мы уже, собственно, видели, что разного рода блокноты продвинутые поддерживают это. Ну, вот я это делал в Sublime, например, но это просто потому, что у меня Mac, и я не могу поставить себе Notepad++. И, конечно, те, у кого Windows, я всем советую просто использовать Notepad++. И в нем тоже можно использовать регулярные выражения с их помощью заменять разные штуки, искать разные штуки, считать разные штуки. Регулярные выражения поддерживаются в некоторых офисных приложениях. В частности, насколько я помню, Apache OpenOffice и, наверное, LibreOffice тоже поддерживают регэкспы. Регэкспы можно использовать в разных терминальных системах компьютеров. Ну, то есть в том месте, где вы можете поговорить с компьютером с помощью не файловой графической системы, а с помощью текстовой строки, скажем, с помощью Microsoft PowerShell или с помощью Грепа в Linux и Mac. То есть прямо в командной строке вы можете тоже использовать регулярные выражения. Там иногда по умолчанию бывает немножко отличающийся синтаксис от традиционных сегодня перловских регулярных выражений. Ну, это неважно. Естественно, регулярные выражения поддерживаются поддерживаются почти всеми языками программирования, но таким общего назначения. Они, конечно, есть в Пайтоне. Вы уже видели, что они есть в Арии, поскольку Гарик вам уже показывал немножко регулярные выражения. Но они, конечно, есть и в разных других языках, старых, новых, неважно. И Perl считается одним из таких языков, в котором активно развивались регулярные выражения. И до сих пор многие люди любят Perl за них или ненавидят. В командной строке операционной системы, если у вас, например, macOS или Linux, то если у вас Linux, у вас стоит утилита Греп, если у вас Mac, скорее всего, я не помню, кажется, ее нужно все-таки поставить, вот у меня она стоит, и вы можете просто написать Греп, некоторые регулярные выражения, и имя файл. Вот, например, тот же самый файл students, если мы пойдем в него из командной строки. Опять же, просто такая небольшая демка, что регулярным выражением можно пользоваться даже на таком вот низком уровне работы с вашей операционной системой, то есть там, где вы просто из командной строки что-то спрашиваете у компьютера, вы можете написать что-нибудь типа Греп. Вот давайте вот такое регулярное выражение операционное выражение в файле файле студент И вот, смотрите, мы нашли две фамилии, которые соответствуют этому регулярному выражению. я какой-то, любой символ и дальше и на. Просто небольшая демонстрация. В Windows тоже так можно, и я на своем домашнем Windows компьютере тоже попробовал. Точно так же можно в PowerShell. Я не знаю, можно ли в обычной командной строке, может быть, что-то можно там поставить, просто не знаю, каких-то нативных инструментов. Но вот если пользоваться чуть более продвинутой командной строкой, которая, кажется, в Windows 10 везде есть по умолчанию, то тоже можно поискать что-нибудь, что является началом строки, потом любое количество любых символов от единицы, и потом, например, ina или ova, а потом еще пробел и любое количество символов, которые являются числами или буквами, и найти вот какой-то такой неполный список женских имен в этом списке студентов. Ну, потому что не все женские фамилии, конечно, укладываются в этот паттерн, но такие регулярки часто пишут, тем не менее. И, конечно, регулярное выражение есть в Python. Как я уже сказал, я очень люблю импортре. И в Python есть несколько основных функций, и мы с вами в следующий раз немножко поковыряем их и попробуем повстраивать поиск регулярных выражений и работу с ними уже в свой какой-то код и в какие-то скрипты, где они могут быть реально полезными. А сейчас просто скажу, что есть штука, которая ищет вам ваше регулярное выражение. Ну, вот здесь регулярное выражение просто буква А, и вот в этой строке она ищет эту букву А и вот находит несколько раз, но возвращает она довольно сложный объект, из которого потом можно эту букву А достать. Есть rematch, который ищет вначале эту букву А и больше дальше нигде не ищет. Есть resplit, который делит строку по тому регулярному выражению, которое вы предоставили, ну, например, по букве B или по запятой, или по какому-то группе символов. Есть resup, всеми любимый, который заменяет что-то по регулярному выражению, то есть находит что-то, что соответствует паттерну и заменяет на то, что велено вставить место этого паттерна. И вот в строке A, B, C, A такой resup заменит B на C. И еще есть refindol, который я здесь забыл добавить, который вот в таком случае выдаст вам просто сразу список этих двух А. То есть штука, которая выдает вам список всех находок, которые сопоставились с вашим регулярным выражением. А регулярные выражения, как я уже сказал, они вызывают такие довольно полярные чувства в том смысле, что их можно очень сильно любить в один момент и очень сильно не любить в другой момент, поэтому некоторые люди их так вот практически обрисляют, ну, или, по крайней мере, делают про них мемы о том, что вот они могут спасать людей и спасать мир. Есть такой знаменитый комикс, который вставляют часто в презентации про регулярные выражения, сюжет которого заключается в том, что есть некоторый убийца, которого найти можно, если в корпусе из 200 мегабайтов писем найти что-то похожее на форму с адресом, и дальше появляется человек, который знает регулярные выражения и героически всех спасает. А с другой стороны, есть такая цитата очень известного, легендарного даже программиста, Джейми Завинский, это человек, который придумал слово Mozilla, кстати, и человек, который был одним из первых разработчиков браузера Netscape, это такой папа всех браузеров, 90-е был, и потом он же, собственно, соосновал Mozilla, из которого вырос Firefox, и вот он говорил, что некоторые люди думают, что столкнувшись с проблемой, думают, ой, использую-ка я регулярные выражения, и теперь у них есть две проблемы. И так бывает, действительно, потому что какие типичные проблемы? Ну, во-первых, регулярки, в отличие от кода на том же питоне с EFLs-ами, регулярки могут выглядеть совершенно нечитаемо, хотя в каком-то смысле они тоже являются набором EFLs-ов, довольно сложно устроенным, но вот это, например, регулярка, которая валидирует некоторый телефонный номер. Если мы ее вставим в, если мы ее вставим в какую-нибудь среду, в которой можно протестировать эту регулярку и посмотреть, что она находит, то мы увидим, что она просто находит довольно стандартные телефонные номера, начинающиеся на плюс. Плюс какие-нибудь три цифры, потом какой-нибудь пробел или дефис, потом еще какие-нибудь три цифры, потом какой-нибудь пробел или дефис, и потом еще четыре цифры, возможно, разделенные пробелами. И кажется, что это все, что она ищет. Сейчас проверим. Да, еще просят, чтобы первые цифры были в скобках, конечно. Вот она ищет что-то такое, но понять это, глядя на само регулярное выражение, не так-то просто, как видите, хотя вот тот сервис, который я использую, он еще и подсказывает вам, что с чем мэтчится, что вот эта цифра, что это их два раза, но тем не менее, вот глядя на такую регулярку, в общем, становится немного страшно. И поэтому действительно отлаживать большие регулярные выражения довольно трудно, и довольно часто хочется их разбивать на большие кусочки просто, в смысле, наоборот, на маленькие кусочки, и писать их, может быть, более полно, но, там, менее компактно, но зато более человекочитаемый. Тут как бы есть такой компромисс. И на самом деле, если задуматься, в случае, например, в том простом случае с риэлтором, мы могли тоже написать это более человекочитаемый, мы могли бы написать просто риэлтор, просто через или описать все варианты. Это было бы менее компактно, и в вашем коде это займет больше текста, но зато вот это более человекочитаемый. И для этого человеку даже не надо знать регулярные выражения, чтобы вот такое прочитать. А работать оно будет точно так же. Соответственно, все эти варианты, они здесь найдутся. Ну и, да, регулярные выражения вот по этой самой причине их не так просто отлаживать. Есть разные специальные инструменты, но вот в обычных штуках, если вы там, не знаю, с ними в питоне или в блокноте работаете, то они или просто работают, или просто оно у вас не срабатывает. И требуется довольно много иногда отладочных усилий, чтобы понять, почему именно, что там не сходится, где вы ставили латинскую C вместо кириллической и так далее. Я для демонстрации такого некоторого интерактива буду использовать RegEx 101, такой приятный сайт для демонстрации регулярных выражений. Чем он приятен? Он показывает там все как бы совпадения, которые у вас где-то там в тексте случились. Он показывает вам про все символы, которые, значит, не сами себя являются частью синтаксиса регулярных выражений. Он говорит, что эти символы значат. И в этом смысле он гораздо более визуальный, чем регулярные выражения в каком-нибудь просто обычном питоне, где никакой такой подсветки нет. Поэтому я буду с помощью этого сайта немножко что-то демонстрировать. И вы тоже можете в этом сайте, собственно, выполнять задания, которые сегодня будут небольшие, на то, чтобы самим немножко освоиться с регулярными выражениями. Есть ли вопросы по этой части? Окей, если вопросов нет, пошли поговорим про синтаксис регулярных выражений. Вы с ним, очевидно, уже в той или иной степени знакомы, поскольку сколько-то регулярных выражений вы видели и у Гарика, и у меня. Поэтому сейчас, я думаю, вы довольно быстро вспомните или закрепите. Но мне кажется, что важно пройтись по нему и на разные элементы синтаксис поделать какие-то маленькие упражнения. Во-первых, самый очевидный, но нуждающийся в проговаривании факт, большая часть символов регулярных выражений значит самим себя. И какие-нибудь буквы кириллического или латинского алфавита, цифры, они все соответствуют самим себе, кроме специальных условий, когда они сочетаются с какими-то особыми символами. И, соответственно, если вы просто ищите, передали в какой-нибудь процессор регулярных выражений в локноте или в питоне или на сайте или регекс 101 какую-нибудь строку, которая просто значит риэлтор, но она и найдет ровно такую строку и ничего больше. Это довольно очевидно, но это, наверное, нужно их помнить. Гораздо важнее, конечно, мета-символы, которые, собственно, и образуют синтаксис регулярных выражений, которые дают им всю ту мощь, обобщающую мощь, которая у них есть, которая позволяет описать одним, которая позволяет написать восемь символов, а описать какое-то бесчисленное количество комбинаций разных символов. Ну, например, 999 разных комбинаций цифр можно описать скольких? Шестью, наверное, символами. Нет, даже, наверное, меньше, если разные другие варианты использовать. Ну, через слэш-д шестью, наверное. Вот есть символы, которые не соответствуют сами себе, как вы уже поняли. Это, например, точка, это, например, звездочка, плюс вопрос, с которым вы уже сталкивались. Кажется, Гарик вам как раз рассказывал, что вопрос значит разные вещи в разных ситуациях, в регулярных выражениях, разные скобки разного вида, круглые, фигурные, квадратные, слэши, пайпы вот эти вертикальные, они не соответствуют сами себе. И вот давайте мы по ним быстро пройдемся. Давайте быстро вы скажете, что значит точка. Кто-нибудь? Можно в слух, можно в чат. Да, любые символы, вернее, даже любой символ. Одиночная точка означает любой. Символ, но один. она значит ровно один символ. Она заменяет любой один символ. И вот, например, у нас есть такое регулярное выражение, к.т. Что же найдется? Какие, например, слова русского языка найдутся на такое выражение? Код и кит. Ну, код и кит. Или какой-нибудь кат. Кажется, было такое слово для палача. Ну, или название китката. А вот, например, такое слово. Какие русские слова найдутся? Кошка, кишка. Да. Вот. Кашка. Вы можете в этом тоже убедиться. писать тут к.т. И посмотреть, что действительно находится. Код. Находится кит. Не находится какой-нибудь койот. Да. Вот. Это не символ, это именно, да, один символ. Ну, вот, собственно, и RegEx 101 говорит нам, что точка matches any character. Except for line terminators. Да, на самом деле, не совсем. Все. То есть, кажется, вот перенос строки он не находит. Ну, соответственно, если вы будете просто искать точку, то вот он найдет каждый из этих символов. Один. Видите, между ними есть граница. Вот она видна тут. Вот. Да, то есть точка находит любой символ. Вот. Ну, соответственно, вот если мы поищем что-нибудь такое, то какие слова русского языка приходят вам в голову? Букашка. Да, например, букашка. Или макушка. Вот. Или какашка. Или какого-нибудь склонения слова типа лукошка. Да, нет чего лукошка. Вот. А если вот такое? Есть ли какие-нибудь слова, которые сюда укладываются? Овен. Овен нет. А нет? Ну, овен, почему нет? Давайте проверим, во-первых, будет ли овен. точка в точка н точка. Давайте напишем овен. Почему он не находит его? Символ еще один, да. Да. Вот если будет овена, например, то он найдет. Ну, слово овеню пройдет под такое. Да, то есть точка требует, чтобы там был символ. Она не просто говорит любой символ, она говорит, здесь есть символ. Он любой, но он есть. А пробел, если овен пробел, он найдет? Конечно, конечно, да. В данном случае пробел рассматривается как такой же символ, как все остальные. Он не относится к буквам. Да, вот мы дальше будем говорить про классы символов. Есть классы, в которые пробел не входит, конечно. Все буквы. Но точка, конечно, накрывает и пробелы, и цифры, и все, что угодно. Если у нас будет что-нибудь вот такое, то это тоже сработает. Или вот такое. Ну да, вот еще слово Ивану, Ивины, фамилия Эвана. Они все подойдут. Вот давайте вы сейчас сделаете такое небольшое задание в чем угодно, в блокноте, в RegEx 101, где хотите. И сразу напишите плюсик, кто сделал. Давайте вы тоже найдете всех риэлторов, но уже с таким некоторым дополнительным ограничением, простите меня за это, вы не будете использовать скобки и дизъюнкцию, вертикальную черту, а просто будете использовать точку. и тоже найдете всех риэлторов, но вот слова типа реактор и репитер не найдете. Да, Вины тоже подходят, конечно. Кидайте сразу плюсик в чат, кто сделал. Ну, это, наверное, довольно быстрое задание. Когда будет много плюсиков, пойдем дальше. То есть вот мы хотим с использованием точки из метасимволов и каких-то букв сделать регулярное выражение, которое найдет такие штуки. Я не имею в виду, что оно будет сопоставляться только с этими четырьмя словами, но вот с репитером и с реактором оно при этом не должно сопоставиться. То есть оно будет немножко шире, конечно, чем то, как я в первый раз искал всех риэлторов. Я вижу, что у нас 21. Мне хочется еще немножко плюсиков. Ага, вот есть. Хорошо. Вот. Ну, да, я думаю, что все более-менее справились. Как это можно сделать? Ну, мы можем просто все символы, в которых есть вариативность, заменить на точку. Это будет более широкое регулярное выражение, как я и сказал. Накроет риэлтор. Ну, давайте, собственно, проверим это на файле, который у нас есть со всякими разными риэлторами. Да, вот оно находит из Э. Давайте найдем венец Е. Ну, понятно, что оно найдет и какой-нибудь риэлтор. Риэлтор. Ну, потому что на месте этой точки может быть все что угодно. Но, тем не менее, вот так тоже можно, если вы уверены, что таких вам не попадется или такие вам не мешают. Окей, вот. Теперь что означает звездочка? Давайте вы мне скажете или напишите. Стимвол слева может повторяться кучу раз. Кучу раз. Чуть точнее, да, спасибо, Митя. Это близко к тому, что я хочу, но я хочу чуть точнее, что такое куча раз. От нуля и больше. От нуля и больше до? Бесконечности. Да, именно. То есть, если бы мы записывали как-нибудь так вот, как математики описывают там область какого-нибудь значения допустимого, да, мы бы нарисовали там что-то типа квадратная скобка ноль точка запятая бесконечность. Ну, и потом круглая скобка, потому что после бесконечности всегда круглая скобка. Вот. Вот, наверное, это такая была бы формальная запись того, что значит звездочка. Вот. Ну, вряд ли мы в реальной жизни можем реализовать бесконечность на компьютере, но тем не менее, да, такая вот предполагаемая бесконечность. пока у нас байты не кончатся в компьютере. Ну, вот, допустим, мы написали такое регулярное выражение, какие слова оно найдет или там строки, какие оно найдет. Есть ли какие-нибудь варианты? Ну, калинка, где а повторяется какое-то количество. Да. Ну, то есть калинка и много разных там калинка. Вот. Такой запев будет. Вот. А еще что-нибудь найдет? Клинка. Да. То есть клинка, например, да. Форма слова клинок. Вот. Ее тоже найдет, да. мы, вот, я не зря как бы заострил на этом внимание, от нуля до бесконечности действительно, поэтому то, что перед звездочкой, оно может и вообще не быть, а может быть сколько угодно раз. То есть это такой очень мощный символ, который задает какой-то максимально большой, так сказать, рейндж, диапазон того, сколько раз может встречаться то, что стоит перед ним. Да. Ну, вот, соответственно, да. И, собственно, самое мощное такое, самое смертоубийственное, особенно для памяти компьютера, такое регулярное выражение, это, собственно, комбинация вот первого нашего символа с этим, да, это точка-звездочка, вот, потому что что такое точка-звездочка? Это любой символ, который повторяется любое количество раз, включая ноль, вот. То есть вот такое регулярное выражение, оно найдет вообще безумное количество всего, да, вот к точка-звездочка-т, что он найдет? Он, конечно, найдет все те варианты, которые у нас уже были, да, там код, кит и так далее, оно найдет там кота с большим количеством, оно найдет слово крот, койот, в общем, все, любую, то есть если в нашей какой-то строке или в каком-то файле, по которому мы ищем текстовым, есть где-то маленькая буква кэ, и где-то за ней справа от нее буква т, неважно где, вот, он найдет все, что между ними и съест, вот, и неважно, что там будет, вот, это такая максимальная, максимально общая, максимальная такая, атомная бомба в области регулярных выражений, точка-звездочка, вот, и вот, если мы ее применим вот так, с двух сторон, то что мы найдем? Какие слова, например, какие слова приходят вам в голову из реальных слов русского языка? Который, наверное. А? Который, да, наверное. Который, да, мы найдем, да. А просто кота найдем? Ну, если... Да, наверное. Да, найдем, действительно. То есть просто код тоже будет пойман, потому что у нас может быть ноль символов перед ним, ноль символов до него, и потом сам код. Вот. А может быть много символов и слева, и справа, вот, поэтому мы можем найти очень разные слова, на самом деле, как-нибудь облокотиться, вот, и не только слова, конечно, на самом деле, да, мы здесь пока вообще никаких ограничений не вводим на то, какие это символы, вот, и поэтому там может быть 555, код 555, например. Вот. То есть звездочка это такой супермощный инструмент для, вот, задания того, что что-то у нас встречается или не встречается, а если встречается, то вообще совершенно неограниченное количество раз. Вот. Что означает плюс? очень близкая вещь к звездочке. Минимум один, одно повторение символов. Максимум. Ага, спасибо. Максимум. Ну да, максимум такой же, на самом деле, как у звездочки. То есть, все отличие в том, что невозможен вариант, когда совсем нет. Вот и все. То есть, в таком случае найдется почти то же самое, за исключением этого самого клинка. Все варианты там, любое количество а после к в слове клинка, самая клинка и никакого клинка. Клинка здесь не будет. Что, например, найдется вот в таком регулярном выражении? Какие слова или словоподражания здесь могут быть? Троллили. Троллили. Ну, если это прям русское слово тролль, то нет, кажется. Ну, давайте попробуем. А, я забыл, что такое точка. Да. Скорее уж, трололло. Да, трололло. Я как раз намекал скорее на трололло, конечно. Вот. То есть, вот давайте все-таки это продемонстрируем, поскольку демонстрация это всегда лучше, чем абстракция. Вот. Если мы попробуем написать слово тролль русское, то не найдется. Потому что, видите, там между двумя L обязательно должен быть какой-то символ. Да. То есть, мне тоже фонетически кажется, что там хочется еще один мягкий знак поставить. Вот. И тогда, кстати, заматчится, как видите. Вот. Но его там нет. Вот. А вот трололло действительно. Вот. И более того, если там будет еще лололололололо или просто о-о-о-о такое в духе Эдуардта Хиля, то все это, конечно, тоже съестце. Вот. Но вот какой-нибудь тролол не сработает. Потому что точка плюс. Если бы была точка звездочка, то и так бы сработало. Ну и там true-ля-ля, например. Ну вот там точка плюс, которая там стоит, он уже все съедает дальше. Лишь бы там было хоть что-то после последней L. Ну вот какие-то такие варианты. На самом деле очень много разных вариантов того, что там есть после L. А вот, например, такое регулярное выражение. Какие слова вы можете представить? Ну, например, будет ли слово «наешься» здесь? Да, а слово «просто ешь» не будет. Супер, спасибо. Действительно, тут наешься, поешься, почешешься. Да, лишь бы там было «ешь» где-нибудь в середине и что-то вокруг. Совсем ничего быть не может. Ну вот это мы с вами разобрались с плюсом и с звездочкой. Давайте еще поговорим про то, что значит вопрос. Такой вопрос в вопросе. Что значит вопрос? Помнит ли кто-нибудь? Кажется, Гарик это как раз показывал. Ну, символ может быть, а может не быть. Да, то есть, опять же, действительно очень правильно сказано. Может быть, а может не быть. Или, если возвращаться к этой такой более формальной нотации, как бы он встречается от нуля до одного раза. Ну вот, соответственно, какие слова найдутся вот в таком регулярном выражении. Их не очень много. Крот. Крот. А еще? Крот. Нет. Вот крот не найдется. Крот с одной «р» найдется. И еще одно слово найдется. Да, код. Спасибо тем, кто пишет в чат. Действительно, это код. Код и крот. Да, вот. То есть, вопрос означает, что «р» либо есть, либо нет. Все остальные символы у нас как бы есть. Вот. А теперь вопрос, что найдется вот так. Найдется ли код? Если у нас «кр» вопрос, «от» точка вопрос. Какие у кого ставки? Найдем ли мы так кота, например? Да. Да, конечно. Да, действительно. Спасибо. И спасибо. Вот Митя написал варианты. Действительно, потому что мы ищем код или крот, и после него есть или нет один еще символ. Поэтому, да, мы можем так вычислить крота, кроты, коты. Ну, и код, и крот просто тоже, конечно, вполне себе найдутся. И вот последний из этой группы символов, про которые мы сейчас скажем общо, что их объединяет. Последний из этой группы символов, что означает фигурные скобки. Может быть, он помнит или знает. А это не количество повторений? Да, супер, спасибо, Саша, кажется, это была. Спасибо, Саша. Это действительно количество повторений. То есть до этого мы с вами работали в очень таких широких диапазонах, да, или наоборот в очень узких. У нас либо было от нуля до бесконечности, или там от одного до бесконечности, либо от нуля до одного. Вообще-то мы можем хотеть и сказать что-нибудь типа «дай нам что-нибудь там от трех до пяти». Или просто три. И вот как раз фигурные скобки, они отлично нам, ну, собственно, это такая стандартная нотация для записи разного рода диапазонов. Много где. И вот здесь тоже, да, фигурные скобки. Если в них написать одно число, то это будет означать, что предыдущий символ повторяется n раз. Да, вот, допустим, если я напишу k, фигурная скобка 3, омба, то у нас будет ровно один мэтч k, k, омба. А если я напишу k3, 5, омба, то он смэтчится вот со всеми этими ребятами. Но если их будет шесть, то целиком уже не накроют. Вот, и если их будет два, то регулярное выражение тоже не сработает. Иногда бывает нужно вот указать ровно количество. Количество, и это, в частности, бывает полезно с цифрами, да, когда вам нужно найти, не знаю, только ровно пять цифр. Или там от пяти до семи цифр цепочку, вот как раз отличный повод использовать такие штуки. Вот, есть ли вопросы по этой части? Ну, если нет вопросов, то есть вопрос у меня. Как вы думаете, что объединяет вот эти четыре символа сверху, но не точку? Вот их какая-то такая функция в синтаксисе регулярных выражений. Отличается ли она? Да, и что они про этот символ говорят? Повторяй его, повторяй. Да, то есть сколько раз он повторяется. То есть точка сама по себе значит символ, а вот звездочка плюс вопрос или фигурные скобки не значит символ сами по себе. Если написать, например, регулярное выражение, состоящее из одной только точки, оно вполне законно, да, и оно найдет просто каждый отдельный символ по отдельности, и все. Вот, а регулярное выражение, состоящее из одной только звездочки, оно незаконно. И видите, он мне говорит, предыдущий токен не квантифицируем, неисчислим. И это нам намекает на то, что все такого рода символы действительно не значат самим по себе ничего, а значат что-то про предыдущий символ, а именно сколько раз он повторяется. То есть его quantity. И поэтому они все называются квантификаторы. Такой отдельный подвид мета-символов в регулярных выражениях – это квантификатор. И, наверное, единственное, что важно добавить про квантификаторы, это тоже Гарик вам отчасти уже рассказывал, я просто это повторю на всякий случай, чтобы вы это запомнили, потому что полезная история. Это тот факт, что квантификаторы бывают жадные, а и по умолчанию они жадные. Бывают ленивые. И помнит ли кто-нибудь, чем отличаются жадные ленивые квантификаторы? Ленивые только первые находят, а дальше не ищут. Ну, в слове там, по-моему, у нас было, что в слове он там первую, а то, что нам интересно, часть находит, а дальше уже не ищет. Да, можно, наверное, так сказать. Мне нравится немножко другая формулировка, потому что мне кажется, что здесь не совсем удачно говорить первые, а скорее минимальный и максимальный. Ну, вот как-то так. Хотя, ну, можно, наверное, и так сказать. То есть, жадный квантификатор, а по умолчанию звездочка, например, жадная, будет пытаться съесть максимально длинную строку. Или, как объяснял Гарик, и его объяснение мне тоже понравилось, он будет сначала доходить до конца, а потом идти от конца к началу и смотреть, в какой момент наша строка, наша какая-то вот отрезанная таким образом подстрока, она мэчится с регулярным выражением. То есть, он доходит до конца слова Араукари, смотрит, Араукари совпадает вот с этим регулярным выражением, где А звездочка, точка звездочка А, нет, идет на И, смотрит, совпадает ли Араукари, Араукар, Араука, оп, совпадает. Все, мэчим. И максимально, то есть, пытаемся сожрать максимально длинный кусок. А ленивый, наоборот, он пытается съесть максимально короткий. И это бывает, на самом деле, очень полезно. Я сейчас приведу некоторый конкретный пример, вполне такой жизненный, в котором это бывает полезно. Потому что ленивый, наоборот, пытается съесть максимально короткий. Он как бы идет сначала и смотрит. Ну вот у нас есть, допустим, строка из одного символа А, да? Совпадает ли она с этим регулярным выражением? Ну, кажется, нет, потому что у нас как минимум нужно А после него, ну ладно, после него может быть ноль символов, но после него нужна еще А, точно, вот уж стопудово. Поэтому одиночное А никак не подойдет, там как минимум должна быть А в начале и А в конце, это разный А. Вот, Ар, совпадает ли Ар с этим регулярным выражением? Тоже нет, потому что тоже нет второй вот этой А. Ара, совпадает, ура. И это такое действительно полезное знание, что квантификаторы бывают жадные и ленивые. Вот, ну вот давайте тоже попробуем на каком-нибудь слове урабумбу, например. Вот, если я скажу точка звездочка у, то мы съедим всю урабумбу целиком. А если я добавлю знак вопроса, то смотрите, мы съедим только урабумбу. Вот, то есть сразу очевидна разница между поведением жадного и ленивого квантификатора. Вот, и вот, собственно, такое небольшое задание, после которого давайте пойдем на перерыв. Вот, например, да, вполне такая реальная задача, хотя и слегка грешноватая для тех, кто знает, что не стоит парсить HTML-регэкспами, но для учебных целей, как мне кажется, подходит. И все равно все это периодически делают. Вот, допустим, мы берем с вами такой текст. Давайте я его пришлю куда-нибудь в чат. Вот, и что с ним надо сделать? Мы хотим, например, найти с вами все теги. Да, ну вот тегами являются все штуки, у которых есть вот такая открывающая скобочка, что-то внутри и закрывающая скобочка. Вот, и это что-то внутри может быть довольно разнообразным, потому что там может быть какой-нибудь атрибут, и тогда там есть какие-то знаки равно, и очень много разного там может быть. Мы пока и как бы не умеем даже описывать это разное. Вот, и при этом мы не хотим, чтобы наш регулярное выражение съел всю строчку. Да, мы не хотим, чтобы оно выделило всю строчку. Вот, а нам надо им найти эти цепочки целиком, чтобы у нас было выделено вот это вот, B, скобка, B, скобка, не было выделено Вася, Потом было выделено вот это вот, скобка, слэш, б, угловая скобка. Потом, чтобы не было выделено сегодня. Потом, чтобы было выделено вот это вот, от левой угловой скобки до правой. Ну и так далее. И вот давайте попробуем написать такое регулярное выражение. Можно писать в чат плюсики, кто написал, или можете даже скидывать свое регулярное выражение, если вы готовы им поделиться. Это будет смелый ход. Катя прислала регулярное выражение. Давайте его проверим. Спасибо, Катя. Ну вот, смотрите. Катина регулярное выражение. А вот и Саша прислал такое же. Да, отлично работает. Действительно, за счет ленивости. То есть, если мы... Какой первый инстинкт? Написать открывающаяся скобка, точка звездочка, закрывающаяся скобка. Ну, если нам не важно, что там внутри этих скобок, если там может быть много разных странных символов, то действительно, почему бы нам не воспользоваться точкой звездочкой и не грести вообще все. Но вот проблема в том, что точка звездочка по умолчанию жадная, как мы с вами знаем. И вот она с этой жадностью съедает и проглатывает все целиком. Если мы хотим, например, иметь какие-то отдельные мэтчи, то у нас их не будет. Мы просто смэтчимся со всей строкой один раз, и все. И у нас один всего мэтч. А тут мы добавляем вопрос, и ситуация качественно меняется, потому что он находит минимальные отрезочки такой длины. Это как раз наши теги. И нам совершенно не важно здесь, что там внутри тега. Главное, что у нас есть левая скобка, правая скобка и минимальные длины штука между ними. И вот таким образом мы их все выцепили. Мы можем их все поудалять, например, одним в один клик, если хотим. И иногда люди, правда, этим пользуются для очистки HTML-страниц. Это не единственный способ решить это задание. И дальше мы с вами посмотрим на еще один способ, который можно придумать, который опирается уже не на тип квантификатора. Но это будет на второй паре. А сейчас давайте устроим перемену до 19.45. Поехали. Продолжение следует...